У нас с вами в работе женщина, 55 лет, Анна Павловна Бергу. Проживает здесь, в Павловске, не очень далеко в частном доме. Вчера в обед женщина ушла за грибами в лес и не вернулась. На связь не выходила, телефон недоступен. Такие вводные дают добровольцам отряда Лиза Алерт для поиска потерявшегося человека. Приметы, во что одета, особенности здоровья. Оперативно найти человека – основная задача больших межрегиональных учений, которые прошли в минувшие выходные. Мы постоянно учимся. И учимся мы больше, чем дней в году. Мы учимся в разных регионах каждый день. У нас нет анахронизмов, у нас нет пережитков прошлого. Мы работаем в абсолютно современных условиях. У нас нет бумаги, и нам не надо подписывать бесконечное количество чего-то, чтобы быстро отправиться на поиск. Все происходит мгновенно. Чтобы добиться этого мгновенно, проводят лекции, практику. И нужен опыт, собираемый годами. Кстати, кроме добровольцев, в учениях были задействованы и госслужбы, МЧС и Следственный комитет. Они учились, они учились взаимодействовать с отрядом, они разбирали методики поиска отряда. У отряда Лиза Алерт есть свои методики поиска, которых, например, не используют в той же полиции, в Следственном комитете, в других службах. Как правило, это методики разработаны у нас в отряде, нашими ребятами. Лиза А2 приступила к работе на отклик. 300 человек из Алтайского края, Новосибирска, Кузбасса, Омска, Томска, Москвы, Санкт-Петербурга собрались на учения на этот раз. Как только мы ищем не на плоскости, как только мы начинаем искать в любой гористой местности, правила поиска очень меняются, и тяжесть поиска принципиально другая. Поэтому мы здесь развиваем технологии беспилотной авиации. Сегодня в учениях принимало участие малая авиация, что тоже крайне важно. Помимо авиации, в учениях и непосредственно поисках используют различную технику. Добровольцы предоставляют свои автомобили и самое разное техническое оснащение. Также помогают всевозможные организации. Важные условия для существования отряда – постоянное развитие. Нам всегда нужно усовершенствовать свои методики поиска. Нам всегда нужно усовершенствовать использование какой-то техники. Вот мы, например, подключили нейросети. Появилась такая штука, как нейросети, почему бы ей не пользоваться? Там мы научились ей пользоваться, и все, она прекрасно нам помогает. Вот опять же упоминали про водное направление. Если мы будем использовать поиски в воде, не подключая погружение человека в эту воду, это будет идеально для нас, когда мы будем использовать беспилотные какие-то аппараты, которые будут искать потерявшихся людей. Повезется, что они там уже не живые, но тем не менее найти его необходимо. Поисково-спасательные отряды «Лиза-Алерт» существуют в 64 субъектах Российской Федерации. Причем основной костяк отряда практически во всех регионах – люди старше 30, ближе к 40 годам. Еще один секрет нашей эффективности. Никогда никто не будет так эффективно работать, как за идею, за деньги. Добровольцы, которые делают это ради человека, чтобы его спасти, которые делают это ради своей идеи, они, конечно, самые мотивированные. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.